здравствуйте дорогие братья и сестры на библейский портал x get пришел вопрос нужно ли жаловаться митрополитов на священников которые отошли от православия но продолжают формально служить не грех ли такой донос знаете у нас в евангелии есть слова господа иисуса христа о том что надо сначала поговорить с человеком если он часто тяжко согрешает потом поговорить при двух или трех свидетелях а потом сказать церкви оповестить всю церковь что может быть здесь грешного действительно бывает такое что человек сталкивается совершенно неподобающим поведением священнослужители или работника храма а допустим настоятель храма не знает о том что работник храма так себя ведет он же не может за всем за всеми следить постоянно конечно об этом надо сказать но в этом не должно быть осуждение то есть надо сначала умолчать надо помолиться надо выполнить вот все эти ступени а потом уже идти к настоятелю если беда со священником то идти к архиерею вот как упрошающим к митрополиту и в этом не будет греха но надо только понимать что иногда мирянин не очень хорошо разбирается как правильно вести себя священнику и канцелярии архиереев завалены жалобами на священников которые никакого отношения к реальному греху не имеют вот приведу такой пример когда-то очень давно когда я был молодым священником я крестил ребенка а крестный папа был человек абсолютно далекий от церкви и когда я дал ему молитва слов и попросил его прочитать слух символ веры он не мог его читать дальше второй строчке он просто катался со смеху ему казалось что это какие-то слова из мультфильма очень смешные и он туда тыкал пальцем приглашал остальных тоже вместе посмеяться вот я ему сказал постойте пожалуйста стороне вы не можете быть священник вы не можете быть крестным он страшно на меня обиделся в конце он мне сказал что какой же вы священник я пришел в храм а вы мне испортили настроение и написал на мне огромный донос слава богу архиерея разобрался но вот десятки таких доносов но любого священника лежат в епархиях поэтому прежде чем писать этот донос вот вы убедитесь что священник отошел от православия так ли это хорошо ли вы знаете православие для того чтобы так судить о священнике потому что ну иногда очень часто оказывается что это просто донос ну как записан анекдот узнать вот так вот что просто ну кроме горькой улыбки он ничего не вызывает не у не у священника не у митрополита не у секретаря епархии поэтому здесь надо быть очень внимательным но если вы видите что священник в тяжком грехе например он пытается совершать литургию состояние алкогольного опьянения вот вы стали этим этому свидетелем да тогда надо его предупредить и пойти сказать сначала благочинному потому что этого допускать нельзя апостол павел в послании коринфянам он говорит о том что нам нужно изъять злого из нашей среды что мы не можем терпеть допустим блудника в церкви он говорит с такими и общаться нельзя не с блудниками мира потому что начнем надо было бы выйти а с теми кто продолжает называть 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 себя братом и коснеет в этом грехе вот такой смысл апостола павла это из первого послания коринфянам такого человека надо удалять из церкви и мы должны следить за тем чтобы такие люди приходили к покаянию но по крайней мере они не не священно действовали потому что среди язычников хулиться имя христово за наши грехи как сказано в священном писании но если вы точно знаете что совершен тяжкий грех тогда надо идти надо идти говорить об этом внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а а